Ветер наломал в Шымкенте немало дров, причем в буквальном смысле. Досталось и крышам. Порывами их сносило с домов, словно легкие платки. Первую в этом сезоне непогоду Шымкент выдержал с трудом. Погода накануне разбушевалась не на шутку. Пронизывающий ветер и холодный дождь застал горожан врасплох. Впрочем, такой напористости не ожидали, похоже, и электросети, деревья и здания. Вы сейчас видите, снесло целую крышу. Туда проходить сейчас нам запрещают в целях безопасности. Можно ударить током. Здесь очень много проводов. Сейчас постараемся узнать, нет ли здесь жертв. Пойдем с этой стороны. Работать спасателям и коммунальщикам приходилось практически по горячим следам. Огромное количество поломанных веток нужно было как можно быстрее убирать с проезжей части и тротуаров. Кроме того, была опасность, что некоторые деревья от порывов ветра могут рухнуть прямо на машине. Последствия непогоды ухраняли даже сегодня. В 17.00 поступило сообщение о том, что в городе Шимкент в следствии ветра со скоростью 15-20 метров в секунду снесли крыши в частных домах. Крыши были снесены в Турландской экспедиции, по улице Женковстан, Микроэн-Юнерстад и Асар. Общая площадь всех несенных крыш составляет 425 квадратных метров. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали личные составы департамента ПЧС, служба пожароотвращения и аварийно-спасательных работ, операционно-спасательного отряда. В данное время работает комиссия по выявлению размера причиненного материального ущерба. Ветер был сильным, сносило деревья где-то крышу. Все сейчас ремонтируют и чистят. Уверяем, что ситуация под контролем. Гораздо сложнее, чем с ветками, ситуация с электричеством. Из-за порывов целые микрорайоны остались без света почти на сутки. Причем некоторые остались еще и без отопления, ведь не работала даже автономная. Жители улицы Сайсад тяжело вздыхают, что сильный ветер и ливень они пережили. Теперь бы дождаться аварийную бригаду. Вчера свет погас, у нас детишки маленькие. Вы представьте, около 300 домов без электричества. Но неужели нельзя уже включить свет? Мы уже сами готовы заплатить, только бы его дали. Пока коммунальщики латают крыши, жители пострадавших домов готовят иски в суд в отношении строительных компаний. Они возмущены тем, что кровля упорхнула, несмотря на то, что ее недавно установили во время ремонта дома. Мы провели опрос и узнали, что шимкенцы практически не готовы к такой погоде. Даже наш оператор, который сейчас еле как держит эту камеру и трясется. Готовы были к такой погоде? Нет еще. Холодно, да? Еще не зима. Чауратный зима? Чауратный зима? Не. Ну да. Ну то, что в шимкенце. Ну да. Это нормально? Ну необычно, конечно, но нормально. Ну вполне нормально, осень. Да? Да, конечно. В шимкенте так холодно. Ну не знаю, мы любую погоду любим. Главное была подходящая одежда и приспособление. Не замерзла? Нет. Классно гуляешь? Да. У природы, конечно, не бывает плохой погоды. Это бывает у людей и городских служб. Плохая подготовка к природным сюрпризам. Осеннюю проверку на прочность шимкент едва выдержал. А вот что будет при первом снегопаде, покажет время. Шудин Саидов, Ибрагим Шахабай, Аслабек Махалбаев, информационная служба телекомпании ОТРР.